Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что вы еще всему слушали про магнитный резонанс. Действительно, у меня формально 40 минут на доклад, но я думаю, что мне удастся уложиться в более короткий срок, потому что тот факт, который я хочу рассказать, он достаточно простой и компактный. Но посмотрим, как будет дело. Значит, я работаю в Санкт-Петербургском государственном университете, являюсь директором социального центра магнитный резонанс и метод исследования, а также работаю на химическом и физическом факультете. Работа, о которой я хочу рассказать, была сделана во многом в Германии, в свободном университете Берлина и в институте Макса Борга, тоже в Германии, а также в Санкт-Петербургском государственном университете. Основными игроками на этом поле были профессор Ханс Глимбах с немецкой стороны и профессор Глеб Генисов с российской стороны. Также вы здесь на фотографиях можете узнать Светлана Булаева и Елену Тупикину, которые... Елена представляла постер вчера, а Светлана будет делать доклад, следующий после меня. Но перед тем, как я перейду к делу, буквально несколько слов о ресурском центре магнитного резонанса. Мы физически находимся на Петергофе, в здании химического факультета, занимаем угловые помещения на первом этаже, это угол в ближайшем к макмебу, около 12 комнат, и мы занимаемся как называемый ГМР-сервисом, съемкой рутинных спектров растворов, в основном для лучших химического факультета, а также и более сложными аналитическими задачами ГМР-сервисный раствор, ГМР-сервис тела, телерно-петропольный резонанс, электронно-падмагнитный резонанс. Для выполнения технических задач штаб-центр состоит из 12 человек, примерно распределенными следующим образом, между различными направлениями. Подробнее познакомиться с тем, что мы делаем и что мы хотим, вы можете на сайте CMA. Этот сайт только начинает делать, и там начинает появляться первая попутная информация в процессе разработки. Для выполнения всех этих задач у нас есть ряд спектрометров, это спектрометры ядерного-магнитного резонанса, электронно-падмагнитного ядерного-петропольного резонанса, для ЕМА это 300-400, 500 мегерц, это жидкость не для твердого тела, есть микроатомография, исследование диффузии, различные методики мы можем себе позволить. Когда 16 месяцев тому назад я переехал в Россию, то комнаты, в которых должен был находиться ресурсный центр, выглядели достаточно с забавным опытом, вот эта химическая тяга, только что ушли ваши кинфитамины, это какие-то технические комнаты, это ход мысли предыдущих, занимающихся текущими идеями, это же он на доске. Ну, видно, что они с измелья, наверное. Активность ведьна на каждой картине. В основном, набирать себе форму. Или цены. Ну да. Например, вы константы с точностью динамки знали? Не знаю. Вот, например, возьмем одно из помещений, уже почищенное хорошо оно выглядело следующим образом, это через из-за другой посадки. Я переехал, мы из этого помещения вынесли мебель, ободрали стены, уже ободрали, так и ободрали, стены новые, какие-то перегородки выстроили, положили в плитку, проделали, где-то под ванну нужно было, завезли на ретолочное покрытие, барабанные стены, повесили батареи, решетка потолка, дирекционное оборудование, другое оборудование, батареи, электрикой СКС, кондиционеры, начались финишные отделочные работы помещения, продолжались некоторое время, установленные двери, и вот, наконец, эта фотография, три дня, наверное, началась установка геомерспектра в помещении центра. На данный момент, мы как бы очень молодые, мы еще не родились, мы вот в родовых схватках находимся, на настоящий момент, в центре, в процессе запуска, пуска наладки, находится все, в общем, все основное оборудование, закупанное для этого центра, это, вот вы видите здесь, процесс установки спектролитета, по эролексисе, 980, здесь 2 геомерспектра, это 400 мегагерц, в котором будет основной такие подточные, мутильные измерения проводиться, 400 мегагерц, отвертого тела, это фотография с предыдущего слайда, это 500 мегагерц, для жидкости, прибор, знакомый с этим, спектролитетерный, если на пуберпольный резонансы я бы забыл встать в том. Я надеюсь, что уже в самом начале следующего года мы войдем в режим, когда мы сможем, ну, более или менее, в таком, спокойном режиме измерять спектры для наших пользователей. Все в одном оборудовании. Ну, хорошо, это, что касается ресурсного центра. А теперь я хочу перейти, собственно, к тому, о чем я хотел рассказать. Я буду говорить о комплексах с водородной связью. Для нужд данного доклада под термином водородная связь будет приниматься просто трехцентровая, четырехэлектронная связь с участием двух электроприцательных атомов и водородов. В водородах будет два электроприцательных атома, три центра, четыре электрона на всю эту связь. Никаких пограничных случаев, экзотических случаев здесь рассматриваться не будет. Будут иметься в виду самые классические водородно-связанные комплексы, примеры, которые будут проводиться, накопленные из вот этого объема кислотных основных взаимодействий. Ну, чтобы просто это прозвучало, в качестве пластических донов потом могут поступать спирты, карбонные кислоты, амины, неогонические кислоты вроде плавиковой кислоты в качестве также классических акцепторов протонов, кефиры, кетоны, гетокротипические основания вроде перигина. А также, конечно, каждой кислоте соответствует сопряженное основание, каждому основанию сопряженная кислота. Например, перигину в качестве кислоты будет соответствовать катион перигине, а уксусной кислоте будет соответствовать ацетатонимон, но плавиковой кислоты и эти доноры и акцепторы протона могут образовывать различные водородно-связные комплексы. Самыми классическими объектами для этого являются циклический демер карбонов и кислот, например, водородный свет в воде, или вот такие гомосопряженные комплексы вроде перегин-берегиния, а также молекулы с внутримолекулярными водородными связями, вот, например, такая водородная связь, лимонная связь OH-O в этом гетоне, или водородная связь OH-N в основании шифа, например, можно приводить множество. Это все классические, стандартные объекты для исследования водородной связи средней среды. Первый факт, когда нам потребуется про водородные связи, заключается в том, что кислотно-основное взаимодействие между донором и акцептами происходит по-разному в водной среде и в безводной среде. Если мы возьмем доны протона AH и акцепты протона В и растворим их в воде, то в растворе будут присутствовать сама кислота AH, гионион А-, основание В, закряженная кислота HB+, и все эти фрагменты будут цельватированы независимо, будут цельватированы водой. И равновесие между нейтральной кислотой и акцептами неонов будет диктоваться, ну и ее кислотностью, выраженной, скажем, единиц ПК. То есть, другими словами, у нас будет только для данного фрагмента А, у нас будет только два возможностей состояний. Иначе дело обстоит в опротонных средах. Например, рассмотрим гидрофобный карман в белке или в другую безводную среду. Здесь донор и акцепторы протона вполне могут встретиться и образовать непосредственно с друг с другом комплекс. Комплекс водородной связи будут связаны водородным мостиком. И положение протона в таком водородном мостике, в принципе, может быть где угодно между донором и акцептором. И оно будет определяться, конечно, кислотностью кислоты, основности основания, свойствами окружения. Но у нас есть бесконечное количество возможных состояний. То есть, континуум возможных геометрий. Это будут стоять, как я уже сказал, из гидрофобного кармана, и его протонные москлорители. И именно такими комплексами диапатологи, диапатологи, диапатологи. Чтобы определить, чтобы описать геометрию вот такого водородного мостика, в принципе, нам нужны три параметра, потому что мы описываем взаимное расположение трех частиц. Это могут быть, например, три расстояния. Расстояние АH, HB и AB. Или это могут быть два расстояния гигуба. АH, HB и губа AHB. Ну и другие три параметра. Но вот оказывается, к счастью, что для многих практических задач, особенно для межмолекулярных комплекс-удоровных связей, которые часто линейные, достаточные бывают ограничены только двумя из этих трех параметров, а именно длинными межатомными расстояниями АH и HB. То есть, как бы, трехмерная задача сопротивляет двумерную. Но и это еще не все. Вот такая интересная штука. Оказывается, двамя межатомных расстояния водородных связей взаимосвязь. Изменение одного предсказуемым образом ведет к изменению другого. А именно, когда протон переходит через центр водородной связи от кислоты к основанию, то общая длина водородного мостика АВ проходит через минимум. Иногда это можно запомнить в виде такого простого мнемонического правила. Если короткое расстояние укорачивается, то длинное удлиняется. Причем так, что сумма растет. Посмотрим, если это выполняется. Вот возьмем второй цвет. Короткое расстояние укорачивается. Длинное расстояние удлиняется, а сумма растет. Все эти пары этим свойством обладают. Вот эта взаимозависимость расстояния АH и HB — это хорошо выполняющаяся закономерность. Давайте посмотрим. Например, если собрать все пары этих величин для целого ряда комплексов, как, например, был сделан в Элштейне в 1908 году для водородных связей ОН, то мы видим, что расстояние ОН и расстояние Н для разных комплексов все эти экспериментальные точки лежат на одной кривой, и сброс вокруг этой кривой не имеет. Вот эта кривая описывает именно такое поведение. Потом проходит через центр, а вообще длина проходит через минимум. Также это можно сделать для водородных связей ОН, сделанного на несколько лет до этого. Здесь тоже одно расстояние ОН, здесь второе расстояние ОН, здесь они завесят друг от друга, здесь изображена половина этой кривой вплоть до центра, потому что после центра это просто симметричное отражение вот этой кривой туда вверх. Такое вообще правило сохраняется. Эту зависимость выполняется не только для набора комплексов, это выполняется и для одного комплекса. Возьмем один комплекс и будем менять условия, в которых измерялись нейротомные расстояния. Ну вот, например, пример, хотя, возможно, глазом издалека геометрические изменения будут любить не очень хорошо, но вот из литературы взятый пример, это комплекс пенкохлорфенола с 4 нитилперидин, водородная зависимость по обращению. И при изменении температуры 100 кельвина, 20 кельвина, изменяется среднее положение всех частиц, всех трех атомов, принимающих участие на вызывании водородного маскида, и вот именно выполняется то, что мы говорили. Протон сдвигается к центру, общая длина сокращается. Эту зависимость можно выразить и в других координатах, что иногда бывает визуально более красиво. В литературе часто встречается использование линейных комбинаций межоторных расстояний, величин часто называемый Q1 и Q2. Они имеют простой физический смысл. Вот водородный мостик, они имеют физический смысл для линейных связей. Общая его длина это Q2, а смещение протона от центра просто ассимметрия этого мостика, это Q1. И вот это так само зависимость большинства вещей от 12. Протон переходит с одной стороны и отрицает по значению Q1, в другую сторону, положительная. Монотон смещается к другую сторону и общая длина проходит через минимум, когда протон в центре и расстояние O1 не более короткое. Чтобы математически описать форму этой кривой, иногда используют такой термин, как «порядок связи». Вообще, в химии порядок связи лучше просто говорить, потому что это число геометрических связей между атомами, что мы, например, все знаем про связи углерод-углерод, которые могут быть одинаковыми, как в этане, тройными, как в ацетилене, тройными, как в ацетилене. Чуть более строго порядок связи — это число связывающих электронов, минус число возрубляющих электронов по полосу. Но для водородно связанных комплексов по традиции термин «порядок связи» имеет несколько другое значение. Я сейчас попытаюсь рассказать, что имеется в виду. Вот еще раз выдаю эту связь. Вот можно представить, что водород, который осуществляет эту водород связь между а и б, он имеет валентность одинаковки, как ему и положено. И он эту валентность делит между а и б. Частично он дает ее а, частично он дает ее б. Но сумма этих валентностей остается равна единице. Вот такая простая идея. Давайте задержим вот это. PAH — порядок связи AH плюс порядок связи HB — равна единице. И вот оказывается, что есть совершенно валютаристский модуль. Определить порядки связи AH и HB как экспонент, испадающий с расстояния. Порядок связи — это экспонент, испадающий с расстоянием RH. Если только вычитается расстояние R с 0, то расстояние AH, свободной молекулой AH, а так распадающий экспонент с коэффициентом D. И порядок связи HB тоже определить как экспонент, распадающий с расстоянием с коэффициентом B. Так вот оказывается, если так определить порядки связи HB, то тогда можно эмпирическим образом подобрать эти два коэффициента BAH и BHB. для каждого типа атома A и B, свободы, азоты, флоры, флоры. Таким образом, что уравнение PAH из P2A равно единице описывает вот эту тему. Ведь это уравнение, которое связывает тем самым у нас RAH и RHB. Оказывается, что такой подход хорошо работает. Работает просто еще раз, но и то же самое. Вот она свободная молекула AH, у нее расстояние R с 0, порядок связи 1, порядок другого связи 0. После полного перехода протона мы остаемся с мономером HB, расстояние R с 0, порядок связи 1, а порядок связи с H пропал. На всех промежуточных структурах выполняется сумма порядка связи, если по этой связи определены без всяких оснований, как такие впадающие связи. Например, такой подход очень хорошо описывает результаты многих квантромеханических расчетов. Здесь, например, собраны результаты расчетов международных расстояния в различных пластеров воды. Это литературные данные собраны в одну кучу. И оказывается, в координатах Q1 и Q2 вот этот переход протона это общее домино. И выясняется, что все точки очень плотненько лежат на одной корреляционной клевой, которая является как раз решением в этом случае можно решить уравнение суммы порядка связи организаций аналитических. Реакция просто решением. Чуть хуже обстоятельства, если надо описать не результаты квантромеханических исследований, а экспериментов. Разброски больше, чем неожидаемо. Оказывается, что экспериментальные точки почему-то лежат в районе минимума, но лежат выше этого минимума. Поэтому даже есть такое объяснение, что протон, который существует в водородной связи, это не точка в пространстве. За счет нулевых колебаний он имеет размер, и он движется в ангармоническом потенциале, в посредиционном ангармоническом потенциале, и просто он движется в нулевых колебаниях. И вот среднее положение, которое измеряется в экспериментах в рассеянии нейтронов, все эти точки относятся к низкой температуре рассеяния нейтронов. И вот среднее положение отличается от равновесного, которое обычно получается в фантомеханических расчетах и тем самым протон затягивается ближе к центру водородной связи, и получается, что точки срезают угол и лежат выше. Минимум получается более плоским. Можно, конечно, ввести эмпирические поправки, которые учтут и это. На данный момент доклада по плану я должен был вас убедить, что взаимозависимость двух расстояний выражена его как межатонное расстояние либо хвалит, либо что эта взаимозависимость является разумной, хорошо себя ведущим и достаточно твердо установленным фактом. Зачем же мне это так нужно, чтобы мы это просто приняли как данность? Дело в том, что именно этот факт обличает исследование комплексов сандровной связи методами ядеробномагнитного резонанса. Потому что, знаете, какая получается ситуация? В принципе, нам нужно три параметра, чтобы определить взаимное расположение грехата. на практике два. Но они взаимосвязаны. Поэтому в реальности вообще отдельно. И тем самым геометрия в водородной мастике описывается в этом приближении одним одномерным численным параметром. И вот этот одномерный численный параметр можно скоррелировать с той же одномерными численными параметрами, которые мы обычно измеряем в спектрах ядерного магнитного резонанса. Это изотропные химические сдвиги число, константы с принципием взаимодействием число. В нем, например, величины изотопных эффектов для химических сдвигов, либо на константах с принципием взаимодействием. Имея, построив такую корреляцию, расстояние со спектральным параметром, мы можем научиться читать эти параметры в терминах геометрии. Видим спектр, а читаем его расстояние. Такой как бы словарь перевода из спектра в геометрии. Что нужно для того, чтобы строить такие корреляции? Нужно сначала намерить геометр параметры. Это мы, скажем, все умеем делать. А потом нужно независимым образом получить расстояние. И эти два массива данных скаррелировать. Я хотел бы привести три примера. В этих трех примерах будут измеряться три различные геометрические а геометрические параметры будут получаться тремя различными способами. В результате получится три абсолютно разные корреляции. Каждая будет полезна по-своему. Будет время, когда ее используют. На один слайд. Но на самом деле корреляций, конечно, много больше. Можно построить очень-очень мало. Вот первый пример. Рассматриваясь водородные связи типа ОНО. По структурным базам данных были определены комплексы, для которых были померены расстояния ОН и ОО . Для этих комплексов были померены после назначены протоны и химические сдвиги и мостиковые частицы. Вот оказалась такая понятная вполне штука. Что химический сдвиг мостикого протона сдвигается в слабое поле, когда протон сдвигается в центр водородные следы. То есть протон уходит от экранирующего влияния одного кислорода, но еще не успел подойти к другому, становится более голым. Тем самым его последний химический сдвиг смещается в низкое поле за 20 миллионов долей в шкале ТНС. Как можно использовать эту корреляцию? Очень большое количество использования и приведу один, возможно, не самый очевидный пример. Вот возьмем циклический димер, наиболее классический объем для исследования в данном случае циклический димер это паратрекутильный линзойной гислоты. Мы можем в полярном растворителе померить химический сдвиг этих мостиковых протонов. Мы получим какое-то значение, можем сделать вывод о расстояниях в таком вот паре водородных мостов. А теперь возьмем и заключим тот же самый димер в капсулу, в самосборную супрамолекулярную капсулу, которая вокруг него собралась и зажала его внутри себя. В небольшом объеме внутри капсулы места немного и такая достаточно крупная молекула туда помещается с трудом, ее приходится поджать с разных сторон, чтобы она туда поместилась. И стенки капсулы оказывают давление на этот циклический димер. В результате расстояние в водородных связях сокращается. Здесь я знаю, насколько смотрелось расстояние. То есть я могу оценить давление внутри капсулы. Конечно, давление это микроскопическая характеристика с сокращением водородных связей в капсуле. Это микроскопическая характеристика. И описывать одно в термин другого это не очень корректно. Но ради красоты последний цикл оказывается, что такая капсула из двух шапочек и четырех спрейсов собрана она такой циклический димер сжимает так же, как если бы на него было оказано внешнее статическое давление в десять тысяч атмосфер. Вот такое неочевидное применение коррекции. Еще один пример. В данном случае исследовались комплексы корректина с различными карбоновыми кислорами. Измеряемые спектральные электристики измеряемые особый лучший есть очень чутко реагирует на изменения в расстоянии НД. Как можно применить? Вот, например, такое можно применение принести. Возьмем комплекс коллигина, бензоидной кислоты и померяем геометрию водородного мостика в твердом теле, в кристалле этого вещества, через азотехимический сбит. Выясняется, что протон находится на стороне кислоты. Протон находится на стороне кислоты. А теперь тот же самый комплекс растворим в полярном растворителе. Вот такие полярные молекулы. И выясняется, что молекулы растворителя как-то выстраиваются вокруг этого комплекса. А вообще в народной связи для них характерна высокая ядерная поляризуемость. Это значит, что положение мостикового протона чувствительно реагирует на внешний поляр. И вот дефольное взаимодействие между комплексом и растворителем приводит к тому, что мостиковый протон смещается, если это перевести в расстояние, практически на англстре. С одной стороны, с другой, в качественном образе. Из нейтрального комплекса получаем синтрион комплекса с азотным зарядом. Что мы видим по азотному химическому сдвигу. Теперь мы знаем, как читать это изменение. Он изменился на 61ННН. Вызывает это изменение химическое. Мы можем численно описать. Некачественно, но именно численно. Насколько? Ну, наконец, третье примере. В данном третьем примере исследуются кислые соли пламки кислоты. Это ион FHF минус, ион FHF минус, ион FHF минус. Измеряемой характеристикой, спектральной характеристикой является константы с принципием взаимодействия. Ведут этими скорбами или этими скорбами. Константы через водородную связь. А расстояние получается из квантово-механических расчетов. Еще один-то абсолютно независимый источник по расстоянию. Смотрим, как это сработает. Вообще-то интересно. Почему есть константы через водородную связь? Обычно константы с минус-биновым взаимодействием передается через ковалентные связи. Как-то к этому все привыкли, а водородная связь к этому что-то другое. Так вот, получается, что нет. Вот видите, как протон, он отдает часть своей эвалентности в одну сторону, и тем самым два конца водородного моста оказываются в какой-то степени ковалентной связи. Например, для этого аниона, у него симметрия до бесконечности H протонов ровно по центру. И определить, какая связь водородная и какая ковалентная, все это невозможно. Они идентичны. Это действительно 3-х центров и 4-х электронное взаимодействие. Это как бы экстремальный случай. Но и в других случаях это сохраняется по чуть-чуть. Очень много вторичных структур белков было определено с использованием величин констант с минус-биновым взаимодействием через водородные мостики. Это вообще так. Уже лет 15 лет. Так вот, констант с минус-биновым взаимодействием между двумя вторыми проходит через максимум, когда протон в центре. Ну и какое-нибудь сейчас применение этой зависимости. Вот рассмотрим один из таких анионов, кислая соль в растворе, в полярном растворителе. Посмотрим на температурную зависимость константы FF. Температура падает на 40 градусов, константа растет. Теперь мы знаем, что значит, что константа растет. Теперь мы знаем, что это значит, что расстояние FF сокращается. Например, как-то он поджимается в комплекс, становится как бы более компактным. Что, наверное, можно тоже вполне понять, потому что полярный растворитель, конечно, предпочтет сальватировать маленький, компактный, отрицательный заряд. Причем заряд размазанный на большие расстояния, тем самым энергетически стабилизируется предпочтительно структурой, в которой ходит отрицательный заряд. Достаточно сильно распределенный по всем пятиатом. Труктурой с более коротким, а статем FF стабилизируется. Примеров корреляции двойной связи можно проводить. Множество мер в корреляции и примеров их используем. Но я обещал пораньше затронуться, пропущу несколько слайдов. И перейду к тому, что называется обычно TIFO-массаж. Во-первых, давайте вспомним, что восстановление структуры по спектру вообще задача не обязательно имеющая решение. Сложные задачи, и никто не гарантировал, что она вообще имеет решение. Это обратная задача вообще, строго говоря. Да, вот это она и есть. Но вот повезло. В первом приближении геометрия водородной связи может быть описана единственным параметром. Что позволяет нам строить корреляции геометрии с различными спектральными параметрами, и потом их использовать. Компания работает и отлично. Полученные корреляции можно применять на изучении новых комплексов, так сказать, читать спектры на геометрическом уровне. Выучить этот язык по строению корреляции и использовать ее потом. В литературе многие десятки корреляций различной степени стоянности, конечно, уже это все. И на этом я хочу закончить. И пока трудятся мои благодарности, я хочу еще раз сказать вам спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Скажите, пожалуйста, вот все замечательно, вот в том моменте, где вы переходите от углового рассудования водородной связи к линейной. Вот на чем этот шаг, потому что очень важен, линейный комбинация. Вы как-то сказали, то ли я не уварил, то ли вы не обосновали. Нет, ну я помню, как кем-то выросла. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 То есть, вот в этой картинке, когда сказано, что достаточно двух координат, не значит, что связь обязана быть линейной, а объясняется, что основные ее характеристики анталитические и степеньные. То есть, вот эту картинку где-то раньше нужно было, чтобы они снизались? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, мы тут в среду ее включим. АПЛОДИСМЕНТЫ А еще вопрос. А вот ваша модель с этими экспонентами хорошо легла на квадрохимические расчеты, а на эксперимент похуже. Да, вот есть определенная гипотеза, но, может быть, какая вещь, что и там, и там в конечном счете модели, поэтому они сошлись, а реальность от этих моделей немножко отступает. АПЛОДИСМЕНТЫ Если какая-то более глубокая физика, то могут, если получается, действительно две экспоненты, мне не знаю. Может быть. Но и кто так сразу и не хотел сказать? Ну, еще раз вопрос. АМАНТИКА Правильно я понял, что, опять же, вот, когда Вы сказали о том, что вот что у военной пополам делится, то предположили так и все, да, для того, чтобы построить некую модель, потому что просто сложно себе представить. как валентность может пополам поделиться между двумя участниками этого мостика? В принципе, может и делиться, но термин «валентность» в данном случае нам не нужен. Исторически логика идет от слов «порядок связи». Это, скорее, мнемоническое правило. Род делит свою валенту на две части. Фактически нам нужны были только эти две экспоненты, чтобы математически описать… Нет, тут все дальше красиво получается. Эксперимент, как бы сказать, в смысле физически. Просто не задумываться, да? Ну, и не задумываться. Например, взять комплекс FHF минус. Две связи в торт-водород абсолютно эквивалентны. Эти связи обладают всеми признаками ковалентности доступа. Ну, как это значит делиться между двумя? Это вообще трехцентровая четырехэлектронная связь. Сложно говорить о том, как движутся деятельность определена валентность, но… Ну ладно, хорошо. Трехцентровая связь. Вот последний вопрос. Корреляция между стоянием географический вздвиг у вас раствор, а стояние валентгенов, да? Вы берете? Да. А есть ли какие-нибудь эксперименты, чтобы в твердой теме и не уголяющим вздвигом? Ну, как бы… Ну, как бы… Ну, короче, как бы пример. То есть, он подходит в плане. Я понимаю. Я, если вы, кажется, скраспешно с вами согласился. На самом деле, здесь эксперимент в твердом теме. Те же самые кристаллы, для которых было поменено… А, и в твердом теме. Вот это терреляция возникает в твердом теме. Потому что источника независимого измерения расстояния в растворе действительно нет. А потом мы ее применяем для других фазового состояния. Это верно. И вы хотите сказать, что источники вздвига только в функции расстояния получат? Похоже, что многие из спектральных величин с хорошей точностью действительно от расстояния зависят, а остальные факторы влияют на них через расстояние. Как бы идеический факт. Вы в обмене к Юрий. Это был последний вопрос. А я, как председатель, еще один задал. Ну вот, все вот эти эксперименты, они, что характерно, это очень низкие температуры, специфические растворители. А что-нибудь для более каких-то обычных систем у вас есть, наблюдения? Или это все все-таки криогенные какие-то, в основном, жительства? То есть у вас в более обычных условиях измерялись многие твердотельные спектры. Этот пример твердотельный, этот пример твердотельный. Здесь не было никаких жидкостей. Если ограничиваться межмолекулярными водородными связями, то просто за счет их малой прочности, время жизни их, понятно, маленькое. И для того, чтобы мы их хорошо видели в ЕМРе, то, вы знаете, лучше, чем в ДНВ, нам нужно, чтобы время жизни было больше, чем в ДНВ. Вот это просто общество. ЕМР. Разница общества. Есть исключение – это внутримолекулярные водородные связи, которые живут достаточно долго и при комнатных температурах, и они поедутся с точками разбросанными. Спасибо. Ну все, теперь последнее. Федор Микадыч у нас не первый раз читает лекции, но он ищет лекции. Мы с ним сейчас получат заслуки. Спасибо.